Всем привет! Снова мы с моим любимым шопоголиком лазим по Алиэкспрессу. Причем я хотела это делать на компьютере. Настя говорит, зачем мама? Есть куча мобильных приложений, кэшбэки и так далее. Это очень удобно делать на телефоне. Мы с Настей пробуем разные кэшбэки. Мы сошлись на том, что нам больше всего нравится кэшбэк Cash for Brands. Вот, установили мобильное приложение. Во-первых, очень большой выбор, где можно что купить с его помощью. Очень много где, даже в моей любимой розетке. Ну, мы с Настей в основном шопимся на Алиэкспрессе почему-то. Лично мне нравится этот кэшбэк тем, что у них все время какие-то акции. Постоянно есть какие-то конкурсы. Смотрите, сейчас идет конкурс ко дню защиты детей. До 18 июня можно выиграть коляску, ранец, детское автокресло, стульчик для кормления. Я думала, кстати, что что-то одно надо выбирать. Но тут почитала, и люди спрашивают. И им отвечают, можно участвовать во всех соцсетях. То есть можно попробовать все это выиграть. Ну, в принципе, нам у нас стульчик для кормления есть, коляска есть. Рюкзак тут, ну, какой-то детский. Я вот хотела бы вот в этом поучаствовать. Детское автокресло нам как раз сейчас нужно. Так что я попробую участвовать через Инстаграм. Так, здесь есть условия конкурса. И я вам всем тоже советую принять участие. И вообще наблюдать, смотреть, какие бывают акции у кэшбэка этого. Потому что очень часто что-то разыгрывают. Классное, стоящее, реально легко выиграть. Почему на телефоне? Ну, это очень удобное приложение. И техподдержка все время быстро отвечает и решает все вопросы. То есть, если какие-то вопросы, вам буквально моментально ответят. Так, ну что, мы сейчас с Настей попробуем на Алиэкспрессе купить сумку. Вот, кэшбэк до 5,21. В магазин нажимай выше. Идем в магазин. Делайте покупку не позднее, чем через полчаса после перехода на сайт. Ну, здесь, как обычно, Алиэкспресс, всякие товары. Но нам это не надо. У меня есть мои желания. Так, и вот тут сумки. Я нашла три этих самых. Я надеюсь, у тебя нет желания все эти сумки сразу купить? Нет, сразу нет. Ну, в общем, я нашла вот три одинаковые, но три разных продавца. И вроде вот этот самый лучший у него, смотри, 600 сумок продано вот таких. Именно таких. То есть, у него можно заказать. И стоит тут оно дешевле 500 грин. Есть там, где стоят такие же по тысяче. Ты хочешь розовый? Не, я хочу беленький сейчас. У меня белый мой стерц, я хочу белый. Преимущество. Вывод средств от 1 рубля. Не надо копить. Знаете, как в других кэшбэках по 500 рублей, чтобы вывести? Лучшая техподдержка, как мы уже говорили. И очень много магазинов. То, что я говорила. Сегодня у меня на завтрак чизкейк от Фудхакера. Смотрите, какой симпатичный. Фудхакер это сервис готовой еды. То есть, вам прям на дом привозят на обед котлетки. Смотрите, на ужин лазанья. Перекусы вот такие вкусные, но они совершенно без сахара. То есть, вы будете на этом худеть, здороветь. Никакого вреда для организма, только польза. Также у них есть программа для людей, которые наоборот хотят набрать вес. То есть, там уже другое будет питание. Но у меня вот программа для похудения. И, как видите, она включает даже вкусняшки. Вот такие перекусы, которые похожи на пироженки. Но на самом деле там нет, я уже говорила, ни сахара. Вот крем-суп. Ничего-то вредного. То есть, все это делается из натуральных низкокалорийных продуктов. А вот на обед у меня макароны с сыром. Кроме того, вам дадут меню, где будет расписано все по килокалориям. И завтрак, и перекус, и обед. Надо только не забывать каждые 3 часа кушать. То есть, сначала завтрак, через 3 часа перекус, через 3 часа обед и так далее. И пить 2 литра воды в день. Ссылочку на этот сервис я вам оставляю в описании. И напоминаю, это только для города Черкассы. Ну что, мы готовы идти на фан-встречу. Алисе надели новый костюмчик. Смотрите, как прикольно выглядит. Вот там шортики беленькие. И такая, не знаю, кофта или платьичка. По-моему, очень классно смотрится. Шапочка ей тоже подошла. Кепочка. И мы готовы. Берем с собой транспорт. Да. Мы ждем Катю. А Настя тут с нами, но она не хочет, чтобы я ее снимала. Ну и червяк вот, да, устал. Что, правильно? Не хочет она сидеть, бегать уже хочет. Ну, где же Катя? Вот и Катя. А что ты так по-зимнему одета? По-зимнему? Катя. Цель все так же далека. А что ты так же далека? Ситуация ясней, когда все хорошо. Вокруг полно друзей. Разноцветные огни. Мои медленные дни. Проходили бы быстрей Если б все хорошо, вокруг полно друзей Как твои дела в мире зависть и зла? Я хочу с тобой дружить Верить, помнить, ждать, любить Все равно вершина или дно Мы с тобою вместе заодно В поисках ключа от земли Безопасней дорога, еще немного Мне запишу адбанкнот Дружба мой, секретный год Мне не важно, кто сильней Если все хорошо, вокруг полно друзей Сколько пережили мы? Ну скорей же обними Несомненно веселей Когда все хорошо, вокруг полно друзей Как твои дела в мире зависть и зла Я хочу с тобой дружить Верить, помнить, ждать, любить Все равно вершина или дно Мы с тобою вместе заодно В поисках ключа от земли Безопасней дорога, еще немного Пока мы тут мороженое ждем Костя куда-то сбежал Вместе с Алисой Непонятно куда убежал Итак, пришло время пранков Первый пранк у нас был такой Я подхожу к прохожему И спрашиваю, можно ли с вами сфотографироваться И когда он соглашается Все бегут с криком Ура! Остановятся и мы фотографируемся всей толпой Субтитры создавал DimaTorzok Мы заметили, что наша затея поднимает прохожим настроение Они начинают улыбаться и уходят веселые Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, попробовали мы Субтитры создавал DimaTorzok 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 А потом он говорит, нет, идёт дальше. Когда он проходит пару шагов, вы такие бежите, папа, и у нас качаетесь. Давайте. Подскажите, а это не ваш ребёнок? Нет. Простите, а это не ваш ребёнок? Нет. В общем, я предлагаю попранковать Костю. Я предлагаю, чтобы вы окружили и сказали, что в лесу родилась ёлочка, корову отводили. Костя бродил рядом, ничего не подозревал. Мы решили, что сначала все подбегают к нему, его щекочут, потом вводят вокруг него хоровод с песенкой, а потом не дают ему выбраться. Э, ловите, ну! И меня разыграли, да? Да, так и тебя. Ну, окружайте же! Руками беритесь за руки. А ну, давайте я отсюда. Всё, держитесь, держитесь. Давайте. Ну, а теперь попробуй выйти. Ну, ладно. Пошлите мы вас мороженым угостим тогда. Пойдём. Алиса, пойдём мороженым угостим. Мало с мороженого будет? Хватит? Жесть! Ну, что, к сожалению, всё хорошее заканчивается. Давайте обниматься. Всё, спасибо, что вы пришли. До свидания. Пока. Посмотрите на эту картину. Найдите, кто здесь лишний среди Алискиных игрушек. Это просто прикол. Она так сидит уже минут 10. Замаскировалась, называется. А лисюшка сидит, играет. Уже разбросала все игрушки. Что ты нам рассказываешь? Доченька, что ты там говоришь, а? Что, моя хорошая? Ты уже наигралась, уже хочешь к маме? Да, к маме хочешь, сладкий? Ну, скажи, давай, скажи. Скажи, мама, возьми меня на ручки. Так пытаются что-то сказать, вы видите? Моё солнышко. Ну, хотя бы мама, скажи. Мама. Мама, умница моя. Мой зайчик хороший, моя умняшечка. Мой зайчик. Тебе скучно? Да? Что ты там хочешь? Ты уже до стола достать хочешь? И ты кака. Знаете, как говорят, когда ходил пешком под стол? Вот Алиса еще пока помещается под стол, чтобы пройти. Но еще чуть-чуть и уже вырастет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф. Не попал. Серый зайчик убежал.